МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Мордовии продолжают выполнять коллекцию шокирующих фотографий. Но в погоне за удачным изображением они почему-то напрочь забывают о морали. Вновь отличилась пользователь социальной сети. Женщина разместила на своей странице вот эту фотографию, где она фривольно сидит на колене у солдата Великой Победы, склонившего голову. Возможно, это изображение не привлекло бы внимания, если бы скульптура не являлась частью мемориала, установленного в Ковылкино в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Одним жестом модель с фото показала неуважение к тем, кто подарил ей жизнь – мирную и счастливую. Легкомысленное отношение к памятнику привлекло внимание не только пользователей сети, но и сотрудников местной полиции. По факту публикации данных снимков в межмуниципальном отделе МВД России Ковылкинский было организовано проведение проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Сотрудниками межмуниципального отдела в результате проведенных мероприятий установлены личные женщины, разместившие указанные фотографии. Как выяснилось, на фото 31-летняя жительница города Ковылкино. Позируясь, сидя на колене каменного солдата, мать троих детей ни на секунду не задумалась о том, как это выглядит со стороны. И что такое отношение к памяти о Великой Победе – насмешка над войнами и их подвигами. Ветераны, особенно для старшего поколения, прошедшего войну или локальные войны, конечно, мы очень переживаем, когда видим, что небережное или умышленное отношение к памятникам. Как я помню, в Саранске годы два назад было, когда снимались подростки, потом разные понятия. Я понимаю, что у них умысла не было, это игра была. Они понимали, но, мне кажется, дело было возможное. Чем закончится эта очередная история, а фото, которым не стоит гордиться, станет известно в ближайшее время. После проведения проверки будет принято профессиональное решение в соответствии с действующим законодательством. Дарья Аберясева, Александр Зюзяев, Происшествие, 10 канал. Проект соблюдения ограничений, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, выявлено, что приговором от Юрьевского района суда Республики Мордовия 2006 года директора Мородкозловской среднеобщебразовательной школы Гераскин осужден по части 3 статьи 159 и части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации за мошенничество в крупном размере и подделку официальных документов в рамках получения кредита по приоритету национального проекта развития агропромышленного комплекса. В результате Гераскина было назначено наказание в виде лишения свободы условного срока на два года, два месяца. Вышеуказанный приговор вступил в законную силу, однако в настоящее время директор занимал должность в Мородкозловской общеобразовательной школе. В статье 3 статьи 159 Уголовного кодекса относится к преступлениям против собственности и относится к категории тяжких преступлений, что влечет невозможное осуществление трудового деятельности в сфере образования и испытания развития несовершеннолетних. По выливым нарушениям в правотору района главе администрации Атилюрского муниципального района внесено представление с требованием рассмотреть вопрос об увольнении директора Гераскина, который рассмотрен и удовлетворен. Но в настоящий момент директор уволен в занимаемой должности виновного на должностное лицо, допустившее указанное нарушение, привлечено к дисциплиной ответственности. Александр Сидоров, помощник прокуратуры Русского района. Спустя пять месяцев Рузаевские полицейские раскрыли кражу бычка. Преступление было совершено еще в июне. Тогда в одну из ночей из пастбища, расположенного в селе Русский Шибдас, неизвестный похитил полугодовалого теленка. Стоимость животного оценилась в 30 тысяч рублей. По факту кражи было заведено уголовное дело. Однако быстро сдержать подозреваемого не удалось. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению может быть причастен 51-летний безработный житель Рузаевки. Мужчина сознался и рассказал, что в тот вечер находился с друзьями возле пастбища, где паслись бычки и в какой-то момент решил похитить одного из животных. Знакомым он сказал, что ранее работал на хозяина данной фермы, и тот в качестве оплаты предложил ему забрать одного из бычков себе. Позже за оказанную ими помощь подозреваемый отдал каждому по 10 килограммов мяса. Сейчас мужчина арестован, поскольку на его счету серия аналогичных преступлений на территории соседней Пензенской области. В скором времени все собранные материалы Рузаевские следователи передадут коллегам и судить мужчину будут уже в ИССЕ. Александр Аносов, происшествие, 10 канал. Управление уголовного розыска МВД по республике Мордовия устанавливает личности неизвестных мужчин, которые 14 октября 2016 года около 9 часов вечера на остановке общественного транспорта улицы Махавай нанесли побои мужчине и открыто похитили у него деньги. Приметы подозреваемых. На вид 25-30 лет, оба среднего телосложения, рост около 175 сантиметров. Если вам что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просьбы сообщить по телефону. 8-927-176-84-09, 8-917-998-60-27 или 102. Третий отдел полиции Саранск устанавливает личности и местонахождение неизвестных молодых людей, причастных к хищению алкоголя. Приметы подозреваемых обоим на вид 20-25 лет, рост 170-175 сантиметров. Были одеты в синей куртке, на голове одного темная шапка у другого бейсболка. Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефону. 29-90-02, 29-90-23 или 102. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. 105 и 6 FM 105 и 6 FM Милицейская волна Пожарная охрана в городе Саранск. Что случилось? Пожарная охрана в городе Саранск. Продолжение следует...